Запорожский рыбак выловил из Днепра старинный меч. Историки говорят, это подарок всей Украине, ведь оружие могло принадлежать самому Святославу. Рыбаки, в свою очередь, неохотно верят в историю находки. Продолжит Тарас Белка. Это не меч-кладенец Ильи Муромца, не эскалибур короля Артура. Но совершенно возможно, что его обладатель был не менее известной персоной. Ведь вероятность того, что оружие принадлежит эпохе Святослава, очень велика. Кстати, историки, глядя на находку, отмечают, обладатель был голубых кровей. А может, этим мечом владел и сам князь Святослав. Так сталося случайно, что было найдено уникальную речь. Знайдено ее случайно, когда рыбалки, обычным жителям Запорожья. И так сталося, что эта речь абсолютно гармонично, она опинилась в музее истории Запорожького казакства. На счастье, существует зафиксировано место находки. И в дальнейшем еще очень серьезные исследования и самого места знахидки. Достал сокровище запорожский рыбак. Закинув блесну на глубину 24 метра, вытащил незолотую рыбку. Хотя находка могла сравниться с ней по ценности, если бы счастливчик продал ее частным коллекционерам. Меч сохранился почти полностью. И даже художественные детали на нем можно рассмотреть. Сбереглось все в замечательном виде благодаря воде. Сама история находки выглядит сказочной. Слишком уж много должно было случиться совпадений. Во-первых, меч должен был лежать не в иле или песке, а как минимум на камнях. И так тысячу лет. Во-вторых, крючок зацепился за ржавый участок и тащил меч 24 метра. Леска, как известно, создает вибрации. Вероятность такого способа подъема сомнительно отмечают рыбаки с 10-летним стажем. К тому же во время зацепа должен был быть рывок рукой. В-третьих, крючок должен был зацепиться ровно в центре килограммового меча, чтобы был баланс веса. Но в принципе, не важно, как была добыта находка. Главное, она теперь в музее. Безусловно, их тут еще будет найдено много. И самые такие зацепи, как этот меч, вказывают нам, дорогой вказ дают, что нужно больше привернуть внимание и определять внимание в своей науковой работе, и, в частности, бля Хортицы, самая посылка таких объектов. Через полгода реставраторы обещают показать меч в отличном состоянии. А потому будущие 6-7 месяцев будут посвящены работам по восстановлению находки.